Добрый день, уважаемые наши читатели и подписчики! В рамках празднования 75-летия Великой Победы в читальном зале организована книжная выставка «Немеркнущий свет Победы». Великая Отечественная война – самая народная из всех в истории человечества. Такой её сделали противоречивые события той эпохи. Но мы чтим мужество каждого советского солдата, принесшего миру эту великую победу. Хроника военных лет и произведения о войне – литература особенная. Читая её, мы знакомимся с историческими фактами, героями тех трагических лет, учимся ценить жизнь и мирное время, в которое мы живём. Созданиями и произведениями, отражающими суровую действительность тех далёких лет, мы хотим познакомить вас сегодня. Баздактар. Книга памяти. Карагандинская область. В книгу памяти вписаны имена карагандинцев, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны, находились во вражеском плену, навсегда остались на полях сражения. За годы войны 604 казахстанца стали героями Советского Союза. Среди них славные дочери казахского народа Маншук Маметова, Алья Малдагулова, Хивазда Спанова, лётчики Нуркен Абдиров, Агдил Сухамбаев, Султан Баймагамбетов, дважды герой Советского Союза Толгат Бегильдинов. 142 казахстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. Эти имена и имена других героев казахстанцев сохранены в сборнике документов и материалов «Казахстанцы в Великой Отечественной войне». Это одно из последних документальных исследований о вкладе казахстанцев в Великую Победу. Из воинских соединений, сформированных на территории Казахстана, пять удостоены звания гвардейских. Книга «Операция Марс. Казахи в долине смерти» автор книги Кокен Абенов «Фронтовик. Ветеран 101-й казахской национальной бригады». Его книга посвящена памяти воинов 100-й и 101-й отдельных казахских стрелковых бригад, участвующих в боевой операции под названием «Ржевский выступ». Результаты битвы под Ржевом стали началом провала наступательных действий гитлеровской армии. Прославленная 316-я стрелковая дивизия была сформирована в Казахстане. О том, какие испытания выпали на долю воинов этой дивизии под московской деревней Дубосекова, рассказывается в романе Александра Бека «Полоколамское шоссе» и романе Бауржана Мамашалы «За нами Москва». О повседневной жизни женщин-казахстанок в период Великой Отечественной войны рассказывается в монографии под редакцией Сактагановой Зауреш «Женщины Центрального Казахстана в годы Великой Отечественной войны». В книгу включены фотоматериалы «Военная периодика. Воспоминания женщин-ветеранов и тружениц тыла». В майские дни Победы 1945 года солдаты и офицеры Советской армии расписывались на колоннах Рейхстага. С той поры прошло много лет. Поэт Евгений Долматовский обратился ко всем фронтовикам, кто брал Рейхстаг и расписывался на его стенах. Автор получил много писем, где ветерану участники штурма Рейхстага рассказывают о себе, о своей послевоенной жизни. Эти живые рассказы и явились основой книги «Автографы Победы», вышедшей в 1970 году. Дорогие карагандинцы, поздравляем вас с Днём Победы! Желаем вам мира, крепкого здоровья, счастливого будущего! Пусть оголоски войны останутся только в книгах, а в наших сердцах навсегда живёт гордость за подвиги героев Отечества.